ПОЖАРЫ, ДЫМ И ГУСТОЙ СМОК В РЕСУЛЬТАТЕ ПОЖАРА НА ДАЧЕ ПОГИБ РЕБЁНОК 12-го числа начала пожароопасного сезона у нас все дни только с высокой пожарной опасностью и чрезвычайной. То есть у нас не было дней, чтобы у нас прошли нормальные осадки какие-то. Только за майские праздники в крае произошло более тысячи пожаров. Основная причина – пал травы. То есть в 99-ти процентах всех пожаров виноват человек. Ну вот считайте ветер 20 метров в секунду, метров 15 секунд по траве он пойдет по сухой. Горение сухой травы и сухостоя – это довольно серьезный пожар, который самому практически невозможно ликвидировать. В результате таких пожаров есть случаи, примеры на территории России, когда сгорают целые деревни. Кстати, дачники-неудачники, которые поджигают траву, а вместе с ней и свои домики, возможно даже не догадываются, что пал сухостоя – занятие нецелесообразное. В почве есть органическое вещество, которое называется гумус. И вот этот гумус, он при высоких температурах, он выгорает. Зола останется, но зола – это у нас что? Это фосфор и калий. А то, что касается азота, то, что нужно для растения, для активного роста, оно, собственно говоря, улетает. А еще страдает природа, в которой все взаимосвязано. В пожаре гибнут насекомые, в том числе опылители. А ведь даже убитый огнем какой-нибудь почвенный клещ – элементы экосистемы. Погибают и мелкие животные, например, ежи. Они не успевают убежать от огня и сгорают заживо. Эта фотография красочно говорит о силе материнского инстинкта. Утка сгорела, но не бросила гнездо с яйцами. На одном метре квадратных, мелких совершенно насекомых, которых мы даже не знаем, обитает десятки тысяч. Плотность уменьшается вот этих животных, они же безвозвратно погибают. И, конечно, гибнут деревья, кустарники, сгорают семена. По данным Министерства природы Алтайского края, за майские произошло более 60 лесных пожаров. Общей площадью более 2,5 тысяч гектаров. Сейчас в регионе проводят лесовосстановительные мероприятия. Их главная цель – возместить площади вырубленных и сгоревших насаждений на уровне 100%. Запланировано у нас ежегодно 7,2 тысячи гектар. Это у нас всего мероприятие по лесовосстановлению. В том числе посадка лесных культур на площади 3,5 тысячи гектаров. Ну, человек сажает сосну, вот, ну, я не знаю, трех-четырехлетнюю. Ну, это очень маленькая сосна, ну, вот, ну, где-то вот такая. Ну, вот представьте себе, а дерево должно вырасти, ну, хотя бы до 60 лет. То есть вот она примерно, вот, 60-летняя сосна примерно 20-25 метров. И 60 лет только должно пройти всего лишь. То есть жизнь человеческая пройдет, и только тогда следующее поколение увидит лес. Средняя продолжительность пожароопасного сезона в Алтайском крае – 205 дней. А значит, у ежей, ящериц и червей будут большие проблемы из-за людей, которые не умеют пользоваться огнем. Ирина Корчагина, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов, Андрей Печоркин. День с толком.